Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю в Самаре расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Сохранить уникальные элементы и наследие. Дома в центре города исследуют на историческую ценность. Вторая жизнь для маленького человека. Врачи Самарской области провели уникальную операцию 11-летнему пациенту, пострадавшему в ДТП. Летят на свет, едят листья и делят с дачниками садовые участки. В Самаре увеличилась численность мотыльков-огневок. Как жители региона борются с неугодными соседями? Дать вторую жизнь старым домам с уникальными архитектурными деталями. В Самаре начинает работу новая комиссия по оценке наследия старых зданий, находящихся на территории исторического поселения. По ее итогам решат, включать ли их в список охраняемых объектов. Губернатор Дмитрий Азаров поручил ускорить эту работу, поскольку некоторые из этих домов признаны аварийными и подлежат сносу. Один из таких на Садовой 228 удалось сохранить благодаря вмешательству главы города Елены Лапушкиной. Подробнее в сюжете нашей съемочной группы. Уникальная деревянная резьба – вот чем привлекает любителей старой самарской архитектуры дом на Садовой 228. Поэтому общественники его и рекомендуют к включению в предмет охраны исторического поселения города, а также считают ценным градоформирующим объектом. Из-за того, что окончательный список домов, которые будут охранять внутри исторического поселения, еще не сформирован, дом могли снести, поскольку его признали аварийным. Тогда глава города Елена Лапушкина инициировала совещание. На нем удалось принять решение, которое позволило отменить снос. С мертвой точки истории сдвинулось. Я искренне рада, что мы теперь понимаем, куда мы движемся, и что нам удалось отстоять замечательный красивый дом Садовой 228. Отменить судебные решения о сносе получится благодаря предостережению, которое подготовит специалисты Управления охраны объектов культурного наследия. После обращения главы города. Это создаст прецеденты для сохранения других десяти домов, которые уже признаны аварийными, но представляют историческую ценность. Совещание было конструктивно и позволило действительно выработать общую согласованную позицию как с органами исполнительной власти, так и с городозащитниками, что позволит в дальнейшем грамотно относиться к градостроительной ситуации в историческом поселении. Всего домов, которые находятся в пограничной ситуации, около 37. По каждому из них будет проведено дополнительное обследование. Их осмотрит специальная рабочая группа, в которую войдут представители городской администрации, Департамент управления имуществом, прокуратуры, Управление охраны объектов культурного наследия и общественники. Специалисты, изучив все документы, на месте примут решение о сохранении того или иного дома. Обязательно нужно сохранить то, что мы ценим в нашем городе. Вот эти маленькие деревянные дома, которые важны сами по себе. И пусть в них не будут жить люди, пусть в них будут располагаться какие-то другие учреждения, но они точно нужны нашему городу. В ситуацию вмешался губернатор Дмитрий Азаров. Он подчеркнул, что все профильные ведомства обязаны вернуться к детальному анализу материалов и не принимать поспешных решений. Общественники предлагают комплексный подход к восстановлению старых домов в историческом центре Самары. Виктория Шарая, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, Константин Головин. События. Глава Самары Лена Лапушкина проинспектировала строительство городских школ и детских садов. Осмотр начался с новой школы на пятой просеке. Здесь возводят второй корпус. Также под контролем городских властей строительство двух детских садов в Октябрьском и Кировском районах. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Уже в следующем году в Самаре появится 850 новых учебных мест. Это станет возможным благодаря запуску второй очереди школы на пятой просеке. Проектом предусмотрены детские сады на 75 мест. Ход работ во время выездного совещания проверили глава города Елена Лапушкина, председатель регионального правительства Виктор Кудряшов, а также руководители профильных министерств и департаментов. Закреплен специалист департамента городостроительства, который несет персональную ответственность, который практически в ежедневном режиме находится на этой стройке и своевременно докладывает о тех сложностях, которые возникают на том или ином объекте. На эту стройку я сама стараюсь приезжать практически еженедельно, встречаюсь с подрядчиком, осмотрю объем выполненных работ. Сейчас готовность объекта составляет выше 60%. Уже приступили к внутренней отделке. Объект уникальный в том плане, что это один из объектов, который мы заключили в рамках контракта под ключ. Этот контракт предполагает и проектирование, и строительство объекта одновременно. Это очень важно, потому что зачастую подрядчики, которые брались за стройку, они находили многочисленные ошибки в проектах. Это требовало значительного времени на их переделку. Сегодня подрядчик взял полностью этот объект, и начиная с изысканий, проектирования, сейчас он до конца года завершит строительство. Под контролем властей и строительство детских садов. У нас строятся два детских садика, на улице Подшипникова и на улице Ташкентская. Сейчас материалы в полном объеме есть. Открытие только этих двух детских садов даст городу порядка 250 мест, включая ясельные. Все строительные работы ведутся в соответствии с графиком. Ольга Павлова, Ольга Хомракулова, Константин Головин, Василий Калдашов. События. Эпидситуация в регионе, по оценкам специалистов Управления Роспотребнадзора, остается напряженной. Об этом говорили на заседании областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Какие решения были приняты, расскажем в следующем сюжете. За прошедшую неделю показатели заболеваемости в Самарской области превысили среднероссийские. Рост произошел в двух возрастных категориях – от 7 до 14 лет и среди тех, кто старше 65. Много заболевших среди работников торговли, транспорта, сферы ЖКХ. По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, симптомных форм коронавируса становится больше, растет число амбулаторных пациентов. Особенность инфекции – очень короткий инкубационный период. В госпиталях сейчас 2318 пациентов с подтвержденным коронавирусом и 1125 с подозрением на него. 54% заболевших нуждаются в кислородной поддержке. За неделю суточный расход кислорода вырос на 3 тонны. Для снижения нагрузки на скорую медицинскую помощь в Тольятти планируют привлекать машины частных медицинских структур. Свободный коечный фонд сейчас 9,5%. С 20 августа 100 коек инфекционного профиля введут в оборот в Безенчукской и ЦРБ. Уберечь людей от тяжелого течения болезни помогает вакцинация. На оперативном штабе было принято решение возобновить информационную кампанию, разместить призывы к вакцинации на сайте областного правительства и Роспотребнадзора. После вашего решения у нас значительный всплеск. Даже на какой-то период, условно говоря, даже ажиотаж был среди работников этих сфер. Люди очень внимательно к этому отнеслись. Многие действительно выполнили то, что требует главный санитарный врач. Но кто-то остался, как всегда, у нас в засаде. Привиты почти 90% соцработников, больше 80% медиков. Для выработки общественного иммунитета необходимо привить еще порядка 600 тысяч жителей области. В понедельник в регион поступило почти 37 тысяч комплектов вакцины «Спутник Ви» и 18 тысяч «Спутник Лайт». Областной Минздрав ведет мониторинг остатков вакцины в медицинских учреждениях. Хочу напомнить, что у нас продолжается работа по подготовке к введению паспорта коллективного иммунитета. Мы ее не останавливали, но кнопку нажмем мы буквально на заседании штаба, на одном из. Поэтому сейчас и Минздрав, и Департамент информационных технологий тему отрабатывает. Видимо, будет отдельное решение, когда мы это запустим. Под вопросом остается присутствие зрителей на этапе мировой серии гран-при по спидвею в Тольятти, а также выезд детей по программе Министерства культуры. К его обсуждению решено вернуться через неделю. Виктория Шарая, события. Вторая жизнь для маленького человека. Врачи Самарской области провели уникальную операцию 11-летнему пациенту, пострадавшему в ДТП. С тяжелыми травмами его привезли в Шанталинскую центральную районную больницу. Спасти мальчика удалось чудом. О втором рождении сюжет Марии Левиной. 11-летний Егор увлекается видеоиграми и мечтает в будущем их разрабатывать. Остроты впечатлений ему не занимать, ведь совсем недавно мальчик будто сам стал главным героем такой игры. Егор вместе с семьей попал в страшное ДТП, результат которого поверг в ужас всех. Я боялась за жизнь ребенка. То, что ребенок просто умирал. Была большая кровопотеря, хотя я была в плохом состоянии, но я видела, в каком он был. И поэтому просто я боялась его потерять. Врачи спасли его. В больницу мальчика доставили экстренно санавиации. Операция длилась около семи часов. В результате ременной травмы у ребенка оказалась практически оторвана правая верхняя конечность. Рука отдельно от человека лежала. И, опять же, выражаясь простым языком, ребенка порвало пополам. Был порван пополам живот. Мышцы передней брюшной стенки и кишечник в двух местах. У нас была достаточно сложная задача. Нам пришлось решать, лишать человека руки органов. Или дать ему шанс и попробовать все-таки сохранить ему руку. Такие операции приходится делать не каждый день, рассказывают врачи. Однако это не причина сдаваться, а напротив повод применить все свое мастерство. Если есть возможность сохранить конечность, мы это делаем. Это только невероятный случай, когда вот все, бесполезно. Мы идем всегда на оперативное вмешательство, на сохранение конечности. Ну а дальше уже смотрим, что получится. Сейчас в руке Егора стоят штифты. Совсем скоро состоится еще одна операция и их удалят. Мальчик уже ловко плавает, играет на детской площадке и приветственно машет рукой на видеосвязи со своими спасателями. Задержим, значит получим осложнение. Если мы вдруг какую-то помощь не вовремя не оказываем, не поставим диагноз вовремя, значит, соответственно, опять ребенок не получит своевременное лечение. Поэтому от своевременности, от качества осмотра, от качества того, как расспросят и соберут о нам на заболевание жизни ребенка, как посмотрят этого ребенка, какой он, значит, диагностический, зависит, соответственно, исход. Несмотря на то, что вот мнение населения, что вот где-то там, за границей, там вот золотые руки, золотые сердца, на самом деле квалификация наших специалистов, она очень высокая. Она позволяет делать самые сложные операции. Оперативно реагировать, когда счет идет на минуты, врачам помогает санавиация. Вертолет в распоряжении медиков появился благодаря нацпроекту здравоохранения и позволил доставить до областной больницы порядка 150 пациентов, один из которых пострадавший в ДТП Егор. Мальчику предстоит еще долго наблюдаться у специалистов. Врачи, которые провели уникальную операцию, ставят еще более амбициозные цели – вернуть руке все базовые функции, чтобы аварии у Егора ассоциировались лишь с видеоиграми на экране компьютера. Дым от лесных пожаров или вредные выбросы. Самару на этой неделе накрыла дымка, и горожане начали интересоваться причинами таких погодных условий. Оказалось, фантастический городской пейзаж вызван пыльной бурей в Казахстане, частички которой с южным ветром добрались до города на Средней Волге. Такому президенту от соседнего региона обрадовались не все. Как спастись аллергикам и стоит ли ждать повторения тумана, расскажет Мария Левина. И город погрузился в туман. Пыльная мгла, накрывшая Самару, вопреки подозрениям горожан, к лесным пожарам отношения не имеет. Жители предполагали, что туман – это следствие возгорания лесопосадок из-за аномальной жары этого года. Но метеорологи сей факт опровергли. Хотя жара все же оставила свой след. Наблюдательные станции, метеорологические, находящиеся на Прикаспийской низменности и в Республике Казахстан, отмечали пыльные бури. А так как у нас был юго-восточный ветер, и с юго-восточным и южным ветром в Самарскую область поступала воздушная масса, содержащая измельченные частички пыли, которые образовывали мглу. Дымка, накрывшая город, превратила его в кадры из фантастического фильма. Однако для некоторых эта картина стала ужасом. О себе напомнила аллергия. В ближайшие дни пыльные облака уже полностью исчезнут из региона. Но метеорологи не исключают их возвращения с южным ветром, который ожидают в течение текущей недели. В Самаре сохранится жаркая сухая погода, а градусы на термометре будут близки к 40. Специалисты рекомендуют пить больше прохладной воды, выбирать легкую светлую одежду из натуральных материалов и пользоваться солнцезащитными средствами при выходе на улицу. Аллергикам не стоит далеко откладывать антигистаминные препараты. При необходимости нужно записаться на прием к специалисту. Мария Левина, Константин Головин. События. Летят на свет, едят листья и делят с дачниками садовые участки. В регионе увеличилась численность мотыльков-огневок. Небывалое количество назойливых крылатых насекомых самарцы отметили на своих дачных массивах. Однако нашествие огневок наблюдается и в городской среде. Об опасности такого всплеска активности насекомых и его причинах расскажет Михаил Ермоленко. Галина Канаева – дачница со стажем. Больше 30 лет на своем огороде она выращивает овощи и фрукты. Признается, что за такое продолжительное время первый раз видят подобное массовое засилие мотыльков. Надоедливые насекомые оказались мотыльками-огневками, прочла Галина в сети интернет. Там же узнала, что безобидные с виду крылатые являются вредителями и своей назойливостью вполне могут испортить не только настроение уикенд, но и навредить спелым плодам. В выходные у Галины на огороде развернулась настоящая битва. В ход пошла тяжелая артиллерия. Всегда под рукой на даче есть всевозможные препараты. Предпочитаю биопрепараты. Потому что если сейчас эти насекомые в таком большом количестве перезимуют у нас в почве, то я боюсь, что на следующий год, конечно, для меня, для дачника страшно, что можно просто лишиться урожая. Даже в начале не успех его собрать. Специалисты говорят, что опасность представляют не сами бабочки, а гусеницы, которые любят полакомиться свежими овощами и загубить месяцы ударных трудов на огороде. Подтверждают и то, что аномальная летняя жара напрямую повлияла на популяцию этих насекомых. Сейчас, когда на улице пекло, для огневок началось раздолье. Раз в 10 лет у данного вида моделька происходит массовая вспышка численности и идеальными условиями для их размножения, как раз это температура свыше 20 градусов и высокая влажность. Специалисты утверждают, что хоть этот вид насекомых не настолько опасен, как, к примеру, саранча, но все равно бороться с ним нужно. И для устранения незваных гостей существует два метода. Первый – это можно использовать ручной сбор, либо использовать биопрепараты и мощные инсектициды. Главное, чтобы опрыскивание происходило не точечно, а массово. Для полного избавления лучше захватить свой участок и близлежащие участки, то есть работать по договоренности с соседями. Нашествие насекомых самарцы и жители области наблюдают с 13 августа. Ботыльки залетали в окна жилых домов и офисов, но вели себя относительно спокойно, активизировались только в вечернее время. Особую опасность крылатые представляют именно на дачных участках. Гусеницы питаются кукурузой, горохом, картофелем и другими популярными видами овощей и фруктов. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Самара ставит новые температурные рекорды. Синоптики вновь прогнозируют 40 градусов жары. И если горожане ищут спасение под кондиционером или вентилятором, то животные Самарского зоопарка такого себе позволить не могут. Как за ними ухаживают этим аномально жарким летом, узнала Мария Левина. Естественный ареал обитания этого пушистого зверька – Северная Америка. Там, где градусы на термометре редко повышаются выше 30. Впрочем, на своей малой родине он никогда не был. Его вырастили в российском питомнике. А 10 лет назад малыш стал жителем Самарского зоопарка. Поэтому тень и холодная вода его вполне спасают от палящего солнца в городе на Средней Волге. А вот эксцентричная парочка Эмма даже рада такой погоде. Ведь им гарантирован освежающий прохладный душ, который они так любят. Они могут выдержать жуткую жару. То есть 50 градусов, 60. То, что мы, скорее всего, упадем. Они где-нибудь лягут там в тени, прикинутся кустом травы и будут спокойно сидеть. Они, в отличие от большинства птиц, особенно голенастых таких, очень любят купаться и плавать. Замечательно плавают. Могут небольшую речку типа Киноля переплыть. Аномальную жару в Самаре как нельзя лучше почувствовали на себе животные в зоопарке. Ведь, в отличие от горожан, они не могут спастись под кондиционером. Прибавилась работа и у сотрудников, ухаживающих за животными, которых здесь около 300 видов. И каждому нужно уделить повышенное внимание. Что нужно сделать, чтобы животное хорошо себя чувствовало в это время? Обязательно должно быть в вольере укрытие. Какой-то угол, в котором более прохладно, в котором есть тенек, куда животное может уйти. Есть такие животные, у которых в вольерах есть небольшие водоемы. Это какие-то бассейны или какие-то емкости, где животное может искупаться. Но самым действенным способом защиты в такую жару для животных остается такой же проверенный способ, как и для человека. Это как можно чаще пить воду. Причем она должна быть чистой и слегка прохладной. В жаркие дни воду животным меняют 3-4 раза в день, чтобы в вольере всегда была свежая и чистая жидкость. Но некоторым жителям зоопарка ее недостаточно. Тогда для сладкоежек готовят охлаждающее лакомство – фруктовый лед. В целом же животные чувствуют себя прекрасно и, что самое главное, ощущают постоянный бережный уход. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Одной левой. В середине августа в мире отмечают День левши. Он связан с защитой прав и созданием условий для удобства людей, чья ведущая рука левая. Сегодня леворукие чувствуют себя комфортно. Но так было не всегда. Как адаптируются к жизни левши, узнала Мария Левина. Психологи утверждают, эти личности имеют сильный волевой характер и незаурядный творческий потенциал. По большей части у них задействована правая полушария мозга. Этим и объясняется креативность и желание создавать. Олег Поломеев уже четверть века монтирует видео. Впрочем, пришел в профессию, скорее, случайно, рассказывает Олег. А вот в детстве быть левшой было удобно. Помогало. Особенно в детстве, в молодости, в драках и в игре в настольный теннис. Сейчас люди думают, что я буду бить правый, а я бил левый, например. Точно так же и в футболе. Единственная проблема со здоровьем была. Врачи все время норовили ставить уколы в левую руку. А когда я говорил, что она у меня рабочая, они переходили на правую. Еще совсем недавно в школах было принято переучивать левшей, так как леворукость считалась отклонением. Поэтому сегодня мир полон так называемых амбидекстеров. Людей, которые одинаково удобно используют как левую, так и правую руки. Врачи говорят, что способность все делать левой рукой передается по наследству. Давно доказано, что левши часто бывают одаренными и неординарно мыслящими личностями. Леворукими были Альберт Эйнштейн, Александр Македонский, Юлий Цезарь, Сергей Рахманинов, Наполеон Бонапарт. Есть целая наука, которая называется нейропсихологией, которая как раз разделяет моменты формирования творческих способностей или каких-то математического склада ума. Да, считается, что это имеет отношение к полушарию, да, соответственно, доминирующим, так сказать, левым полушарием, соответственно, правши. Да, они действительно будут более, так сказать, математического склада ума. Но, опять же, это достаточно относительный процесс. Традиционно в День левши в России всем правшам предлагают почувствовать себя леворукими. Нарезать хлеб одной левой, напечатать послание на клавиатуре и расчесать волосы. Так сказать, посмотреть на жизнь под другим углом и понять, что это не всегда просто. Сегодня левши уже не чувствуют себя особенными в обществе, но так было не всегда. К примеру, в Японии с женщиной могли развестись, если ее ведущая рука – левая. В африканских племенах левшей считали отравителями и не подпускали к пище, а на Руси им не давали слова в суде. В 1976 году в США была организована Международная конфедерация левшей, которая выдвинула так называемый биль о левшах. Он гласит следующее. Каждому человеку должна быть обеспечена свобода выбора в использовании той руки, которая ему удобна. Товары для левшей должны быть в открытом доступе и по конкурентоспособным ценам. А мир адаптирован так, чтобы особенным людям не приходилось извиняться за то, какая рука у них действующая. Последней статьей этого билья отстало назначение Международного дня левши. В этот день о своих правах напоминают все левши мира. Мария Левина, Константин Головин. События. Весь мир 19 августа отметил Международный день фотографий. Ровно 182 года назад во Франции была представлена технология получения изображения на светочувствительной металлической пластине. Прототипе современных снимков. Тогда фотографии напоминали рисунки. Спустя два десятилетия появились цветные изображения. А в 1981 году была представлена первая цифровая камера. Тему продолжит Михаил Ермоленко. Для хорошего снимка мало правильно выстроить кадр, рассказывает Дмитрий Иванов. Мастер знает, что важнее вложить в фотографию свою индивидуальность. Тогда и снимок запомнится не только заказчику, но и самому себе. Фотография для меня это либо показать мир, как я его вижу, если мы говорим о творческой фотографии, либо это просто запечатлеть момент какой-то эмоциональный, красивый, близкий сердцу заказчику. И поэтому я очень люблю фотографировать эмоции, когда человек находится в таком состоянии, когда показывает свой внутренний мир, когда показывает, что он переживает. С мнением, что самые яркие фотографии получаются на торжествах, Дмитрий не согласен. Он активно занимается спортом и, соответственно, влюблен в спортивную тематику. Подобные фотосессии являются его основной работой на протяжении шести лет. Чтобы передать всю страсть и упорство спортсменов-моделей, либо устроить качественное фото биеннале, у Дмитрия свои приемы. Есть определенный список этих приемов, чтобы создать кадр, но, наверное, каждый художник, каждый фотограф в поисках того самого идеального своего кадра. Я, как и многие фотографы, люблю работать со светом. И мне нравятся, например, фотографии в темном ключе, с одним источником света, там, рембрандтский свет, когда вот мне вот это блескло. Наряду с адептами цифровой съемки есть в Самаре и любители классики. На пленочный фотоаппарат Филипп Елистратов начал снимать еще в 2009 году. В 2016-м на базе творческого кластера «Дома-77», что на Ленинградской, собрал таких же увлеченных единомышленников. Больше всего ребята ценят именно кропотливый процесс проявки, когда своими руками из пленки создают снимок достойной фоторамки. Тебе понадобится и пленка, и фотобумага, и реактивы, и какое-то оборудование. И, конечно, чем дальше ты, чем глубже ты ныряешь в это все, да, все становится дороже, все становится сложнее. И здесь это такой, у самурая не цели, есть только путь. Покуда ты наслаждаешься всем происходящим, покуда тебе нравится сам процесс, ну и, конечно, результаты, которые у тебя получаются, цена уже не так уж и важна. По сравнению с цифровой съемкой, ее аналоговый вариант менее затратен, рассказывает мастер. Поначалу достаточно будет от 3 до 5 тысяч рублей на первую камеру и 30 метров пленки. Если делать все вдумчиво и понимая, что ты делаешь, и, я не знаю, последовать некоторым советам, то порог вхождения минимален. А у многих какая-то камера уже лежит где-то на антресоле, осталась от бати, дедушки, бабушки и так далее. Если фотоаппарат хинически исправен, это достаточно будет для съемки. Всемирный день фотографии – праздник не только профессионалов, но и тех, кто любит фотографироваться. Ведь особо ценными для нас снимки становятся спустя годы. Михаил Ермоленко, Василий Калдашов. События. На этом все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова